Опасность во дворе. Жители 16 микрорайона возмущены расположением контейнерной площадки. Она находится прямо на обочине дороги. Чтобы выкинуть мусор, нужно выйти на проезжую часть с интенсивным движением. Кто определяет порядок расположения контейнерных площадок в Караганде и почему их не так просто перенести, выясняла Ирина Вовещевич. Люди боятся посылать детей на мусорку, чтобы вынести мусор. Но боятся, вынесет ли ребенок мусорку или сбьет его машина. Расположение контейнерной площадки в 16 микрорайоне напротив 25-го дома удивляет тех, кто впервые это видит. И вызывает возмущение у тех, кто тут живет. Настоящим испытанием стало выносить мусор. Дело в том, что контейнеры стоят на обочине и огорожены. Добраться до них можно только если вступить на проезжую часть. Любого может машина проезжающая сбить, ребенок, взрослого, да любого могут сбить. То, что мусорка стоит на дороге, нам бы ее чуть-чуть назад перенести, назад бы эту мусорку. По состоянию дорожного полотна видно, что дорога новенькая, нет на ней лежачих полицейских. А следовательно, водители проносятся и не всегда готовы, что внезапно из-за высокого забора появится человек с мусором. К тому же и мусоровывозящая техника с рабочими, застопориваясь на проезжей части, для разгрузки создает опасную ситуацию. Кому пришло в голову на достаточно обширном свободном участке выбрать именно такое расположение площадки. За разъяснением мы обратились в обслуживающую компанию. В соответствии с приказом Агентства по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, определен порядок расположения котельных площадок. То есть при строительстве домов они определяются при проектировании. А на территориях уже сложившейся застройки они определяются комиссионно. То есть перенос или установка новых с участием архитектора города, службы санэпидемстанции и противопожарной службы, то есть комиссионно. Компания «Эко-Алем Казахстан» не так давно приняла на обслуживание часть контейнерных площадок в Майкудуке на основании трехстороннего договора с Акиматом района и отделом коммунального хозяйства Караганды. Место расположения этой было выбрано уже давно и жители в компанию «Эко-Алем Казахстан» не жаловались. В наш адрес таких заявлений не было, поэтому мы сейчас будем как раз таки, ну так скажем, после вашего обращения будем рассматривать, будем делать запросы в эти инстанции. То есть если при их одобрении, то, так скажем, и если есть техническая возможность, то есть если будут отсутствовать коммуникации в зоне установки новых ограждений, то я думаю, мы решим этот вопрос положительно. Ирина Вобещевич, Данил Тарасов, Рустам Бараев, Наталья Заяц, 5 канал.